При великим удовольствии я хочу предоставить слово нашему большому другу, гостю из Москвы, Юрию Ивановичу Яшкову, доктор медицинских наук, президенту общества бариатрических хирургов России и экс-президента Международной Федерации хирургов и оживления. Доклад на тему «Состояние перспективы бариатрической и метаболической хирургии». Спасибо. Прежде всего, разрешите поблагодарить Сергей Степановича, его коллег, компанию «Карл Шторс» за приглашение, возможно, в первый раз в жизни побывать в Минске, столице Белоруссии. И очень приятно, что бариатрическая и метаболическая хирургия, о которой я сегодня буду говорить здесь, благодаря во многом энтузиазмам Сергея Степановича и его коллег, начала успешно развиваться. И вот, как мне стало известно, уже в нескольких городах не просто появился интерес к бариатрическому операциям, а они уже выполняются на достаточно регулярной основе. Нет никакого сомнения в том, что эта хирургия должна и будет развиваться в Белоруссии. И тому есть целый ряд предпосылок, а именно, что распространение ожирения сейчас достигло масштабов, которые позволяют говорить об неинфекционной эпидемии нашего столетия. Если мы еще возьмем, примем к сведению, что и распространение сахарного диабета второго типа напрямую, зависящего от ожирения, тоже развивается в эпидемической, происходит в эпидемической пропорции. Ни одна страна мира, так сказать, из тех стран, которые мы называем цивилизованными, не остается в стороне от этого процесса. И вот по данным ВОЗ, от 2008 года около полутора миллиардов взрослого населения планеты имеют избыточный вес, ожирением страдают 500 миллионов человек. И в Соединенных Штатах, значит, распространенность ожирения среди взрослого населения достигает 35,5% как среди мужчин, так и среди женщин. В европейском регионе с 80-м годом количество людей, страдающих избыточной массой тела и ожирением, возросло в три раза, и примерно половина европейцев имеют избыточный вес. Ну, скажем, в экономически развитых странах порядка 8% населения имеют тут такую степень ожирения, которая называется морбидным ожирением, и когда альтернативой, так сказать, хирургическому лечению является практически только смертельный исход заболевания. Но предметом бариатрической метаболической хирургии является не только крайняя форма ожирения, но и также ожирение в более умеренной степени, о чем я буду тоже говорить. Если продолжатся современные тенденции к 30-му году, 60% населения планеты будут иметь избыточный вес, то есть речь идет о 2,2 миллиардах человек. Известно, что ожирение увеличивает вероятность развития многих заболеваний, в том числе сахарного диабета, 2-го типа, артериальной гипертонии, дыхательных нарушений, особенно смертельно опасная форма с цитром одной во сне, которая более свойственна мужчинам, и которая, кстати, является одной из основных причин смерти больных в крайнем степени ожирения. Безусловно, это нарушение липидного обмена, ожирение увеличивает риск развития онкологических заболеваний, приводит к целому ряду расстройств, которые мы называем метаболическим синдромом. И вот вы видите, что порядка 40% больных вообще с сахарным диабетом имеется ожирение в той или иной степени. Вызывает большое опасение тот факт, что увеличивается распространение ожирения среди детей и подростков, и практически неизбежно детское и подростковое ожирение переходит во взрослой форме. И поэтому сейчас во всем мире, скажем так, на наших конгрессах обсуждается вопрос о хирургическом лечении, применении хирургических методов не только для взрослых, но также для детей и подростков. На сегодняшний день доказано, что бариатрическая хирургия является наиболее эффективным способом в борьбе с ожирением, и сейчас уже призвано всеми, в том числе эндокринологами, что методы, применяемые в бариатрической хирургии, являются наиболее эффективными методами коррекции сахарного диабета второго типа. Показания бариатрической хирургии тоже, скажем, концепция о показаниях с каждым годом развивается, и если несколько лет назад мы говорили о том, что бариатрическая хирургия показана при неэффективности консервативных методов лечения у пациента с индексом 40 и более килограмм на метр в квадрате, независимо от того, есть ли у них заболевание сопутствующее или нет. То есть неэффективное консервативное лечение, индекс свыше 40 или свыше 35 при наличии сопутствующих заболеваний, ассоциированных с ожирением, и даже не только заболеваний, но и психо-социальных проблем, зависящих от ожирения, является показанием к хирургическому лечению. За последний год эта позиция тоже существенно поменялась в сторону снижения порогов показаний к операции, поскольку доказана эффективность операции при сахарном диабете 2-2, соответственно, правомерно возник вопрос, а надо ли пациенту иметь выраженную степень ожирения для того, чтобы операцию хирургическим путем скорректировать его диабет. И вот в этом году, буквально, вышло постановление Международной Федерации хирургии ожирения, допускающее выполнение бариатрических операций при неэффективности консервативных методов с ожирением класса 1, то есть с индексом массы тела от 30 до 35. Более того, если мы говорим о расширении показаний к нашему вмешательству, то мы должны иметь в виду не только индекс массы тела, который имеет место на сегодняшний день, но также индекс массы тела, который имел место в прошлом когда-то. То есть если пациенту удалось снизить массу тела, но он не удерживает вес, то ему не нужно набирать вес, чтобы обратиться к хирургу и чтобы ему установили показания к операции. То есть таких пациентов мы можем оперировать и с меньшим индексом массы тела. При сахарном диабете 2 типа, напоминаю, что индекс 35 и выше, это уже при неэффективности подчеркиваю. Любой пациент с диабетом 2 типа, конечно, должен пройти лечение у эндокринолога. То есть есть целый ряд медикаментозных средств, которые позволяют компенсировать диабет. Но в итоге основным-то методом, основным-то методом компенсации диабета в этом случае является соблюдением пациента правильной, что называется, диеты с эндокринологической точки зрения. Но вот это является камнем предкновения, потому что большинство пациентов, как страдающих ожирением морбидным, так и страдающих с сахарным диабетом, не в состоянии выполнять вот эти совершенно правильные рекомендации по питанию. И не в состоянии добиваться стойкого результата. То есть в этом контексте мы должны рассматривать ожирение, морбидное ожирение, ну скажем, в контексте таких же заболеваний, как алкоголизм, наркомания, табакокурение. То есть ожирение, пищевая зависимость относится к реаблезаболеваниям, аддиктивных состояний, то есть состоянии зависимости. И вот в этом контексте мы должны с вами, так сказать, воспринимать и оценивать пациентов, которые не могут соблюдать предписанные нами указания и соблюдать и выполнять необходимый режим питания. Значит, показания бариатрическим операциям с диабетом у больных 30-35 определяются индивидуально. В этом случае мы должны правильно понимать, так сказать, там наши возможности, насколько реально скомпенсирует сахарный диабет. Потому что есть у больных с индексом массы тела, с нормальным индексом массы тела, также в районе 30, имеет значение аутоиммунной формы диабета, как инсулинпотребный диабет, так называемый ладо диабет. Когда мы, скажем так, не можем гарантировать пациенту полную отмену инсулина. То есть вот эти формы, которые не так часто, в общем-то, встречаются, нужно выявлять достаточно активно, прежде чем обещать пациенту компенсацию сахарного диабета. Так вот, в контингенте больных там с индексом до 30, а также с индексом от 30 до 35, это имеет достаточно большое значение. Тем не менее, вот лечение диабета можно считать успешным, если доза инсулина снизилась на 25% и более, или если, например, доза пероральных гипогликмических препаратов снизилась на 50%. Но хочу сразу сказать, что сложные виды операции обладают значительно большими возможностями. То есть компенсация диабета, как я потом покажу, достигается у значительного большинства пациентов. И речь идет совсем не о каких-то процентах, а речь идет о достаточно стабильной компенсации сахарного диабета. Ну вот, здесь показывали наш собственный опыт к лету 2015 года операции. И основные виды операций, которые мы применяем и применяли в разное время, значит, схематически. Я проведу небольшой экскурс по каждому из этих операций. Значит, вот наиболее простая, так сказать, идея снижения веса, то есть имплантация искусственного бизаара в желудок, то есть на современном этапе это имплантация в трижелудочного баллона. Но мы должны правильно с вами понимать возможности этого метода. То есть когда мы применяем баллон? У пациентов с небольшим избытком массы тела, либо наоборот, у крайне тяжелых пациентов, когда мы с помощью баллона можем снизить вес на первоначальном этапе, а затем снизить по коррапциону и успешно прооперировать пациента. Вот, собственно говоря, вот этот метод вот такую нишу и нашел. Но ни в коем случае нельзя методику лечения баллона противопоставлять вот этим вот другим более сложным методам хирургического воздействия. Бандажирование желудка. Бандажирование желудка, видите, не такое большое количество было выполнено у нас этих операций, потому что достаточно быстро наступил период разочарования в этой методике. Вот, и, скажем так, хотя на сегодняшний день, безусловно, есть сторонники бандажирования желудка, и есть клиники, где до сих пор выполняется только этот вид операции, но здесь целый ряд условий. Очень такая прецизионная работа с пациентами, постоянные визиты в клинику. В России на одной шестой части суши, так сказать, это совершенно невозможно, если пациенты приезжают изо всех регионов, кто их будет наблюдать, кто их будет регулировать бандажи, это вопрос достаточно сложный. Второй операцией, которую мы оставили в свое время, была вертикальная гастропластика, не только мы, но и весь мир оставил в свое время вертикальная гастропластика. Здесь, скажем так, даже не столько, ну, с одной стороны, разочарование, потому что все-таки операции, отдаленные из наблюдения, показали высокую частоту рецидивов, а с другой стороны, на смену гастропластике пришли более современные виды операций, которые выполняются с применением лапароскопической техники, а вообще с помощью лапароскопической техники на сегодняшний день выполняются более 95% бариатрических операций в мире. Так вот, на смену приходит продольная резекция желудка, или сию гастроктомии, которая значительно легче выполняет, чем в вертикальную гастропластику, то же самое, и в отработанных руках, в хороших руках, она выполняется, занимает времени, ну, чуть больше, может быть, чем операция бандажирования желудка. Вот, поэтому сейчас продольная резекция желудка, что называется, на взлете я потом покажу диаграмму, популярная операция, как бы, была за несколько последних десятилетий, и остается, во многом остается, и остается шультирование желудка, которое впервые было применено в 1966 году профессором Мэйсон в Соединенных Штатах. Сейчас гастрошюртирование применяется, опять же, в лапароскопической версии, в нескольких вариантах, в том числе и в более упрощенном варианте, так называемом мини-гастри-пайпас с одним анастомозом, вместо двух, включая анастомоз пару. Но это, есть хирурги-сторонники классического метода, есть хирурги-сторонники мини-гастри-пайпас, скажем, тут можно вести дебаты, дискуссии, но каждый наверняка останется при своем мнении. И несколько разновидностей билиоканкреатического шультирования, известная операция Скопинара, известная с 1979 года, первое клиническое применение. Мы более часто применяем, так сказать, модификацию ХЕС-Морсос, пронольной резекцией желудка, а не с дистальны, как при операции Скопинара. И вот за последние два года, сейчас практически всем пациентам, мы выполняем еще более упрощенный вариант, более современный вариант билиоканкреатического шультирования, так называемая модификация САДИ. Ну, то есть, опять же, по аналогии берем с гастрошультированием, мы исключаем межкишечный анастомоз и накладываем вместо двух анастомозов, накладываем один анастомоз, два дена или анастомоз. Вот так вот, вот эта операция, значит, лапароскопическая продонная резекция желудка и ППШ-модификация САДИ в настоящее время доминирует в нашей клинике. Примерно мы делаем эти операции в соотношении один к одному. Естественно, с пациентами обсуждается каждый вид хирургического лечения. Ну, а что в мире? Значит, вот по данным, по данным опроса Бухвальда, да, он проводит вот каждые три года, последний был в 2014 году, проводил его в Иджан Грисани, итальянец, значит, показывает, что в мире, в мире все-таки вот после некоторого, так сказать, скажем так, плато, снова, снова число бариатрических операций увеличивается. Причем, если бандажирование желудка постепенно теряет свои позиции, то продвольная резекция желудка набирает обороты, и на сегодняшний день частота выполнения продвольной резекции желудка в мире превосходит частоту выполнения гастрошультирования. Операция, которая зарекомендовала себя уже в течение, так сказать, последних десятилетий во всем мире. Вот. Ну, свою небольшую нишу оставляем в различные модификации БПШ, она где-то примерно на одном и том же уровне. Но если мы говорим о библиококреатическом шультировании, то сразу хочу сказать, что эта операция обеспечивает наиболее стабильные результаты и обеспечивает, скажем, наиболее эффективную коррекцию сахарного диабета второго типа. Вот, собственно, почему мы эту операцию любим применять. Значит, вот смотрите, как распределяется прям по странам. Беру данные 11-го года, как соотношение, безусловно, лидируют Соединенные Штаты Америки и Канады, безусловно, лидируют. Значит, здесь второе место, значит, по последующей нише занимают южноамериканские страны, Бразилия вот здесь, в том числе, так сказать, один из лидеров. В Европе, пожалуй, по числу операций, Франция в лидерах, скорее всего, а вот на душу населения, как вот мне сказали, значит, по числу операций на душу населения, вырвался кувей, как и в странах, в последнее время, хотя долгое время лидировало в мире. И сейчас хирургия ожирения вот в странах ближневосточного региона тоже имеет, представляет собой, вот видите, в России не так много, тоже не могу похвастаться, что мы-то занимаем какие-то лидирующие позиции в этом вопросе, но опять же, с каждым годом число понимания проблемы, так сказать, среди специалистов, среди населения возрастает, и, скажем так, с каждым годом число операций, число операций в стране тоже возрастает. Про внутрежелудочные баллоны я тоже уже говорил, но что, когда мы обсуждаем с пациентами эту методику, значит, мы говорим о том, что процент потери изныточной массы тела при лечении баллонами составляет примерно 25-30% от лишнего веса, что они ни в коем случае не конкурируют с другими видами операций, и что лечение баллона может рассматриваться лишь как этап лечения пациентов, потому что после удаления баллона все-таки у большинства пациентов наступает рецидив заболевания. Ожирение изначально как рецидивирующее хроническое заболевание, это всегда следует иметь в виду, когда мы предлагаем пациентам особенно малоинвазивные виды хирургического лечения. То есть нельзя считать, что простые методы, простые малоинвазивные методы лечения при ожирении могут, в принципе, оказать результат. То есть, если мы говорим о малоинвазивной технике по применению сложных видов операции, это совершенно другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. То есть, чем сложнее операция по своей идее, тем лучше и более стабильный эффект лечения она обеспечивает. Монтажирование желудка. Все-таки, ну опять же, надо понимать, хорошо понимать, что в организме остаются инородные импланты, имплантаты, дальше. Операция будет эффективна только в том случае, если с пациентом нужно систематически постоянно работать. И здесь очень важен фактор психологического портрета пациента, потому что, скажем так, не всякий пациент, скажем так, ну что называется, пищевой наркоман будет выполнять правильно вот режим будет правильно себя вестировать в отношении этой операции. И поэтому, опять же, как бы, что правильно информированный пациент, если пациент узнает, например, ну, скажем, вот все нюансы, все подробности этой методики, как ему дальше предстоит жить с бандажом, когда, куда ему с чем надо, с каких проблем не обращаться, когда, то есть, пациенты, когда получают всю необходимую информацию, они часто отказываются от этой операции. Просто иногда бывает так, что вот, вот какие-то, может быть, вот рекламные, скажем так, сюжеты, какие-то, вот, скажем, такие информационные пропаганды какая-то, она может эту методику в итоге дискредитировать, если, если завышать показания ее применения. Поэтому, те, кто применяет операцию, значит, должны понимать, что это кропотливая работа с пациентами, что не всякому пациенту можно делать такую операцию, и что, все-таки, через 10 лет, есть объективная статистика, все-таки, при половине бандажи приходится удалять по тем или иным причинам. Что значит удалить? Удалить это стопроцентный рецидив ожирения, его даже не надо удалить, его можно просто скачать, и рецидив наступит практически неизбежно. У меня нет исключения из правил, я не знаю. Значит, бандажирование надо переделать в какую-то другую операцию, а переделывать, это переделывать что-то уже сделанное, и делать первый раз ту же самую операцию, это совершенно разные вещи, то есть первичные и повторные операции, абсолютно разные ситуации. Если мы говорим про прозольную резекцию живутка, значит, в основном операция выполняется лапароскопически, как правильно выполняется лапароскопически, она обеспечивает более стабильный и предсказуемый результат, чем бандажирование живутка, безусловно, потому что с первого дня уже пациенты вынуждены переводиться на гипокалорийную диету, но здесь важно тоже технические нюансы выполнения операции, малая вот эта рука, малая часть живутка должна быть минимальной по объему, иначе рецидив, если замысить объем этой части, рецидив наступит практически неизбежно. Ну и вторая проблема продольной резекции живутка, так сказать, первая, это невозможность уйти от хотя маленького, но имеющегося процента осложнений, то есть в нашем случае это 3,8%, из которых 2% составляет наиболее тяжелое осложнение, это несостоятельность жива желудка, особенно вверху, то есть вот от этих цифр, там плюс-минус, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но вот никак, это самая серьезная проблема данной операции. Ну и вторая проблема, которую следует иметь в виду, я всегда мы обговариваем с пациентами, это возможность рецидива ожирения у определенной части пациентов после 3, 5 и 10 годов наблюдения. Значит, в серии наблюдений к 10 годам мы только-только-только где-то приближаемся, поэтому отдаленных результатов сроки, превышающих 10 лет, в мире на сегодняшний день очень немного. Вот, и те результаты, которые есть, свидетельствуют, что у значительной части пациентов потом все равно придется делать что-то дальше. Либо шультирование желудка, либо билиопанкреатическое шультирование, то есть эта операция может быть не последней в жизни пациента. По поводу гастрошультирования, вот я уже говорил, сегодня, сейчас уже формируется такое течение, так сказать, и специальное направление, мини-гастрик-байпасс, хирургизм, то есть гастрошультирование с одним анастомозом, но от классической методики, в общем-то, на сегодняшний день тоже не отказались. Операция все-таки тоже зарекомендовала себя уже с десятилетиями, операция дает достаточно предсказуемые результаты, вызывает очень неувыраженные, так сказать, потери интереса к еде, это очень важное преимущество. Ну, есть, скажем так, и побочные стороны, да, гастрошультирование эффективно воздействует на углеводный обмен, то есть порядка 80% не будут нуждаться в сахароснижающих препаратах, это впервые было показано Гринвиллской группой Волкопорис в Соединенных Статах в 90-х годах показали, что гастрошультирование сама по себе примерно у 80% компенсирует сахарный диабет второго типа без применения диет, без применения сахароснижающих препаратов. То есть воздействие на сахарный диабет безусловный плюс этой операции. Есть и минусы, конечно, что, ну, какой-то процент общихирургических известных нам осложнений, да, дальше, есть, правда, небольшой процент метаболических осложнений, анемия, так сказать, нарушение кальциообмена, которое возможно при этой операции, и проценты, которые перенесли гастрошультирование, да и вообще все вариантрические операции в той или иной степени нуждаются витамины и минеральной поддержки. И чем сложнее операция, тем, скажем, острота, так сказать, необходимость в этой поддержке становится более настоятельной. Дальше, есть такие осложнения специфические, так как демпинг-синдром, опять же, как рассматривать желательный побочный эффект или нежелательный побочный эффект. В смысле, у некоторых пациентов демпинг, ну, скажем, представляет собой проблему, то есть у 16-18% пациентов по некоторым данным имеются выраженные эпизоды гипогликемии, которые тоже требуют специального лечения. Поэтому, как бы, любая операция обладает своими плюсами, обладает своими минусами. Ну, если мы говорим о самой сложной на сегодняшний день операции, билюк-креатического шунтирования, вот в различных модификациях, да, в том числе модификации садик, значит, операция все же на сегодняшний день это признанно обладает наиболее выраженным, наиболее стабильным снижением массы тела и наиболее выраженным процентом вероятностью компенсации сахарного диабета типа 2. Это плюсы, безусловно. Свободный режим питания, то есть пациент ни в чем не ограничен, но ему ничего не запрещают действовать. Ну, вопрос в том, что некоторые виды продуктов, например, там молочные продукты, жирные продукты, моргуют вызывать диарейный синдром, какие-то дисфункциональные расстройства, метеоризм, протеологические проблемы, вот здесь тоже вот они у нас представлены, маленький, очень процент несостоятельности шва, небольшой процент, ну, скажем так, вот существует при классических методиках 5% острые кишечные непроходимости в отдаленные сроки, вот с помощью модификации садей мы рассчитываем этот процесс тоже, процент тоже уменьшить. Вот. И вот некоторые, так сказать, метаболические проблемы, с которыми нам время от времени тоже приходится сталкиваться. Поэтому говорить о том, что это операция для ледивых, то есть когда тебе сделали и больше ничего делать не надо, тоже не приходится. Значит, пациент обязан пожизненно принимать витамины, минеральные препараты, пожизненно проходить контроль, пожизненно сдавать кровь в необходимом объеме для этого и, что обязательно, что пациенты часто не делают, сообщать сразу тут же, так сказать, о каких-то проблемах, побочных явлениях. Некоторые пациенты под страхом восстановить обратный вес и под страхом восстановления кишки скрывают свои, умалчивают свои проблемы. Это тоже надо иметь в виду. Поэтому, как бы, операции для ледивых на сегодняшний день практически не существует. От пациентов тоже много, много чего зависит в этом вопросе. Вот некоторые пациенты. Значит, классический пример, когда мы в тяжелом случае готовим пациента с помощью натрижелудочного баллона. Вот пациентка, которая здесь показана, на первом этапе удалось снизить значительную часть избыточного веса с помощью баллона, то есть 228 исход, 178 на промежуточном этапе, и уже после успешной операции, и пластико-корригирующая операция, пациентка снизила вес до 78 килограмм. Пластико-корригирующая операция является неотъемлемой частью бариатрической программы. Пластико-корригирующая операция сами по себе не решает проблем, никаких проблем больных, к сожалению. Если, допустим, они где-то еще практикуются, то лучше всего, безусловно, оптимально их предприменять уже после завершения общей потери массы тела. Тогда они дают и косметический эффект, и приводят, и улучшают результаты первичной бариатрической операции. То есть, уповать на оптиминопластику или пусакцию как на метод лечения ожирения, как самостоятельный метод, не приходится. Это надо сразу подчеркнуть. Вот важный, так сказать, аспект операции, эффективность при сахарном диабете. То есть, подчеркиваю, провожу мысль, что чем сложнее операция, тем более эффективно она воздействует. И вот, опять же, данные метаанализа Бухфольда за 2011 год. Значит, компенсация сахарного диабета в сроке двух лет наблюдается при бандажировании 58,3%, при гастропластике в различных видах 77,5%, при гастрошанфировании это здесь 71%, но 80 в сроке до двух лет. Дальше. И вот наиболее стабильный эффект все-таки для больного с диабетом в итоге дает любую панкреатическое шунтирование в разных опять же модификациях 94-96% в сроке до и соответственно более двух лет. И вот наши собственные данные на следующем слайде показаны. Мы проводили специальное исследование с эндопиологическим научным центром, где показали, брали нашу группу больных из 70 человек и показали, что компенсация диабета после ВПШ достаточно устойчивый и достаточно предсказуемый процесс. 98,6% если точнее десятых процентов полностью компенсировали сахарный диабет без дополнительной терапии. Вот оставшиеся полтора процента пациентов это пациенты, которые продолжали принимать небольшие дозы сахароснижающих препаратов. Вот что такое билюн на сегодняшний день можно сказать, что мы получили наиболее мощное оружие в борьбе с сахарным диабетом второго типа. Если принять во внимание, какой процент вообще этих пациентов погибает от засудистых осложнений, с какими осложнениями приходится нам сталкиваться, то есть аппутация конечностей, инфаркты, инсульты, хронический гемодиализм. Вот если все это взять, стоит задуматься о том, что хирургическим способом коррекции диабета нужно в общем-то нужно уделить достойную роль в нашей такси практике. Механизмы действия бариатрических операций при сахарном диабете второго типа. считалось раньше у эндокринологов, что первое, что и это наверное отчасти правильно, что первое, что должен пациент, страдающий диабетом второго типа, снизить вес. То есть как бы эндокринологи долгое время считали, что снижение веса это основная причина коррекции сахарного диабета второго типа. Вот практика применения бариатрических операций показала, что да, это важно, но это не основное, не основное, что имеет значение. Первый вопрос, так сказать, почему мы уже когда выписываем пациента там на второй неделе, практически мы выписываем его с нормальными сахарами, а снижение веса еще не произошло. То есть это вот вопрос, который диктуется практикой. Значит, с первых же дней после вот рестриктивных операций мы переводим пациента на уже заданное гипокалорийное питание. То есть и это уже имеет значение для многих, не для всех, но у многих пациентов в компенсации сахарного диабета. То есть мы выписываем пациента с нормальными сахарами диабетикой. Так бывает часто, но не всегда, потому что есть и другие механизмы. Спросим дальше, почему гастрошутирование действует эффективно, чем операция допустим бандажирования желудка при сахарном диабете. Потому что шультирование желудка во-первых приводит к большей потере жировой массы, а этого никто не будет отрицать, что потеря висцерального жира большое влага при сахарном диабете. Второй механизм, который доказан опять же группой Кориеса, выключение 12-перстной кишки из пищеварения. То есть постпрадиальные сигналы к поджелудочной железе в этом случае прерываются. И то есть если пища минует 12-перстную кишку, то железа начинает работать в некоем заданном нормальном спокойном режиме, без перегрузов постоянно. И может быть даже, как гипотеза, вырабатывает вполне полноценный инсулин. А железа, работающая с перегрузками, вырабатывает инсулин, который может не работать в организме. Вот такая гипотеза. Потому что и эндогринологи тоже не отрицают, что неполноценный инсулин, который не работает в организме, тоже может быть причиной. Инсулинорезистентность, когда инсулин не работает в организме, это факт, который признают сейчас все. Вопрос, что такое инсулинорезистентность? То есть это защита на нормальный инсулин какая-то некая или невосприимчивость на неправильную инсулину, что говорит. Дальше. Доказан в последние годы и на основе, кстати, инкретинового эффекта разработаны целый ряд эффективных препаратов типа виктозы. Разработаны. То есть при шунтировании желудка, при билю панкреатического шунтирования инкретиновый эффект срабатывает регулярно, постоянно, причем это свои собственные кишечные эффективны. Не надо ничего вводить из них, тем более в виде инъекций. То есть инкретиновый эффект доказан при гастрошунтировании, инкретиновый эффект имеет место может быть чуть в меньшей степени при билю панкреатическом шунтировании. Ну и что, собственно говоря, тогда зададим вопрос, почему при ППШ БПШ эффективность выше, чем при гастрошунтировании, 96 против 80%. Здесь ответ, скорее всего, один, что БПШ неизбежно приводит к малоабсорбции, то есть это дозированная селективная малоабсорбция жира. Вот что, так сказать, может здесь влиять на состояние инсулинорезистентности. То есть селективная малоабсорбция жира приводит к снижению концентрации свободных жирных кислот системы воротной вены, способствует выведению жира, так сказать, из клеток печени, и, собственно говоря, вот на этом, этим можно объяснить лучший эффект при сахарном диабете, лучший эффект при инсулинорезистентности. Значит, то же самое, о чем я говорил, здесь сформулировано просто в виде на слайдах, то есть какой механизм действия, какой операции присущ, собственно говоря, на этом я уже остановился. Ну и если мы говорим о том, что какие преимущества иметь хирургические методы лечения перед консервативными, то есть это быстрое наступление эффекта, раз, независимость от каких-то диет и независимость от сахара, снижающих препаратов, два, плюс примем во внимание влияние положительное на течение других заболеваний, которые бывают в альтерс диабетах, то есть гипертонии, болезни костей, суставов, апно и так далее. Дальше, выраженность и устойчивость эффекта, если мы говорим о сложных видах операций. И, скажем так, очень важно, потому что не нежная достаточная предсказуемость и независимость от соблюдения каких-то диет. Есть и обратная сторона медали, есть цена вопроса, что называется. Мы не говорим об экономической стоимости операции, мы говорим о побочных эффектах в этом случае. Все-таки возможность каких-то послеоперационных осложнений, допустим, в каком-то проценте пациента. Скажем, по мировым стандартам, допустимый процент послеоперационных осложнений – это 5-10%. Допустимый где-то, скажем, приемлемый, что называется, для общества показатель летальности – менее 1% при любом виде операции практически. Значит, дальше. Цена вопроса – это необходимость витаминно-минеральной поддержки. Ну, то есть, на практике что? То есть, вот этот набор препаратов гипотензивных, сахароснижающих, там еще, еще, еще. Пациент меняет на витамины кальций и железный, условно говоря. Дальше. Все равно это даже в каком-то проценте не гарантирует от побочных метаболических нарушений. Я имею нарушение кальция, нарушение белкового обмена, может быть, какие-то некоторые виды амитриноза. Опять же повторяю, в большей степени у пациентов, которые не выполняют наши указания. Ну, и возможность каких-то побочных эффектов, которые при каждом виде операции могут быть тоже свои. И о чем пациент, собственно, должен быть предупрежден. Но, скажем, во имя чего это все делается? Во имя того, чтобы избавить пациента от осложнений диабета, потому что диабет можно компенсировать достаточно эффективно. Ну, вот и завершая свое выступление, я хотел бы анонсировать мероприятие, которое проводится в России регулярно обществом бариатрических хирургов. Это теперь два раза в год. Это научно-практические семинары хирургической лечения и ожирения. Значит, один раз мы в мае проводим в Питере, в октябре в Москве. И большое мероприятие, которое советую не пропустить тем, кто интересуется проблемой, это Московский международный бариатрический конгресс, который состоится в апреле 2016 года. Ожидается очень большое и авторитетное участие специалистов. Спасибо за внимание. Я думаю, коллеги, мы не можем не воспользоваться визитом такого специалиста. Пожалуйста, вопросы. Ну, тогда, если позволите, я начну. Юрий Иванович, Ваше отношение к вопросу обязательной превентивной холестерстомии при гастро-шунтировании. И, может быть, есть такие уже данные, появились, как слив лизексер влияет на частоту ЖКБ. Действительно, проблема камнеобразования желчного путя существует при любом виде операций. То есть, меняется количество еды, меняется, так сказать, физиологический ритм работы желчного пузыря, появляются условия для застоя, процесса желчного пузыря. Если мы говорим о простых видах операций, а при сложных видах операций меняется еще и химия желчи, меняется в значительной степени, что способствует камнеобразованию. Значит, моя точка зрения такова, что мы рутинно делаем кальцистоктомию всем пациентам, которые идут на БПШ, потому что вероятность камнеобразования все-таки очень высока в этом случае. При гастро-шунтировании можно обсуждать с пациентом удаление желчного пузыря без камней. С камнями там все понятно, надо удалять сразу, одновременно все понятно. Вот, без камней, без камней пузырь. Значит, при гастро-шунтировании можно вопрос обсуждать. Если есть какие-то изменения типа холестероза, может быть, лучше избавить сразу пациентов от опасности камнеобразования. Здесь хирурги совершенно разную точку зрения. Кто-то удаляет, кто-то не удаляет. При простых видах операции, скажем так, вероятность камнеобразования существует. По нашим данным, это примерно 10% пациентов, которые потом при УЗИ выявляют камни, либо появляются симптомы желчнокаменной болезни, порядка 10%. Ну, что делать? Мы тоже обсуждаем с пациентами этот вопрос и предупреждаем, что после операции надо проводить УЗИ, в случае обнаружения камней придется потом уже на меньшем весе делать фальцистоктомию. Вот. Ну, скажем, проблема такая существует, да. То есть при простых операциях, значит, не делаем, не удаляем без камней пузырь, но всем предупреждаем, в случае образования производим клюцистоктомии. Здравствуйте. Ильдий Александрович, хотелось бы узнать Ваше мнение о операции гастроаппликации. Ну, скажем, отношения достаточно сложные. Первое, гастроаппликация – операция, оправданная с экономической точки зрения. То есть, на мой взгляд, единственным, пожалуй, ее преимуществом является экономия на сушевателе. Все. Скорее всего, других преимуществ нет. Значит, по сравнению с слив резекции операции, безусловно, так сказать, уступает по результатам, по предсказуемости результатов, то есть, вот, мои коллеги, доктор Фиденко и Евдошенко делали эту операцию в шестой больнице, сейчас прекратили ее делать, что в больнице МПС прекратили делать, потому что все-таки, они говорят, мы никак не можем адаптироваться. То есть, вот, делаем вроде бы одно и то же, а на том же желудка получается совершенно разным в итоге. Вот. Значит, скажем, если кто-то рассматривает эту операцию, как, скажем так, гарантию отсутствия несостоятельности швов, нет. Такие случаи известны. Вот. Значит, если кто-то рассматривает эту операцию как более простую, нет. Вот те, кто имеет опыт этой операции, они говорят, что это не простая операция в ряде случаев. Вот. Поэтому, как бы, единственный плюс – это экономия материала. Еще вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, глюкогоновый тест вы используете перед операцией лечение сахарного диабета 2-го? Тест? Глюкогоновый? Глюкогоновый. Глюкогоновый тест мы не используем, значит, мы для того, чтобы, скажем, определить прогноз, скажем, мы пациентов просим сдавать кровь на цепептид на тощак, цепептид на тощак, инсулин на тощак, гликированный гемоглобин, чтобы судить о компенсации диабета. Если у нас, например, тест цепептид на тощак вызывает вопросы, сомнений, тогда мы направляем к глюкогенологов, они проводят нагрузочный тест. То есть цепептид после пищевой нагрузки. А скажите, пожалуйста, какие цифры являются? Уже один или больше одного, полтора, цепетти, чтобы направить к глюкогенологам? Ну, вокруг одного, вы правы, вокруг одного. Меньше одного, то есть это уже очень подозрительно на аутоиммунный компонент. А там мы добавляем еще анализы на ГАД, на антитела консулина и на антитела костракового клетка. Это уже эндокринологи делают. И главное, что они, значит, делают стимуляционный тест, нагрузочный тест цепептида после стимуляции еды. Если есть реакция поджелудочной железы, значит, мы, в принципе, как бы идем на операцию, мы идем на операцию при диабете, но в этом случае мы не гарантируем пациенту полный отход от инсулина. Хотя, можем обещать, вполне можем обещать снижение дозы инсулина. Спасибо. Еще, пожалуйста. Если можно, я пометил еще в процессе доклада два вопроса, интересные для меня. Вот повторные операции. Вы сказали, что большинство больных, она или поздно, скорее всего, вернется. Что делать хирург по основным методикам? После бандажа, после сливридзекции, после расслеживания. Какие варианты? Повторные операции – это всегда процесс достаточно творческий. То есть выбор операции всегда очень индивидуальный. То есть нельзя сразу, скажем так, стандартно рекомендовать. Но вот если у нас еще сейчас встречаются пациенты с нерегулированными бандажами с 80-х, 90-х годов, еще такие пациенты иногда приходят. В этом случае мы стремимся делать операцию скопинара все-таки. То есть резекцию желудка на уровне бандажа, выше или ниже, удаление, попытка удаления, либо удаление старого бандажа вместе с инфестарным желудком, либо, скажем так, каким-то образом удалить его отдельно, что-то достаточно трудно бывает. В этом случае операция скопинара все-таки является операцией выбора, с нашей точки зрения. После регулированного бандажирования желудка все-таки, скажем так, вот наше наблюдение показывает, что чистый слив гастрактомии, если бандажирование не дало результата, скажем, оно малоэффективно. То есть все-таки в этом случае рано или поздно рецидив все равно наступает, и поэтому мы в этом случае слив-режекции дополняем аностомозом садик, одним аностомозом. Дальше, значит, после вертикальной гастропластики, самые сложные, скажем, и горизонтальной, и вертикальной гастропластики, самые сложные, и тут вообще очень, так сказать, индивидуально нужно разбираться в нюансах. То есть есть реканализация скрепочного шва, нет ли реканализации. Пересечь желудок кнутри или к наружу старого шва – это такие нюансы, которые выявляются уже во время ревизии операционной. Если рецидив ожирения после слив гастрактомии, значит, мы делаем рентген желудка обязательно всем больным, то есть посмотреть, есть ли что-то с желудком доделывать или подделывать, что называется, то есть либо это сливпликация, как вы упоминаете про такую операцию, либо это дополнительная рецепция желудка плюс шультирование в этом случае. Если причиной, допустим, повторной операции является рефлюкс изофагит, такое тоже может быть, оптимальной операцией выбора является гастрошультирование, поскольку это по существу, по сути, своя рефлюксная операция. Или при пищеводе Барротова, вот тоже недавно у нас была такая пациентка, методом выбора является гастрошультирование. То же самое. Вот, так что повторная операция – это всегда процесс творческий, но если не сработала одна рестриктивная операция, то во вторую, на мой взгляд, переделывать ее смысла нет. То есть надо в любом случае ее дополнять шультирующим компонентом. Спасибо большое. И еще один вопрос у меня, как к президенту общества, может быть, у вас есть информация по странам Сен-Гелес. Интересно, какая статистика? Значит, операции, бариатрических операций. Ну, достаточно, значит, в России ведется бариатрический реестр национальный, да, но, значит, по этому году где-то там в районе от двух до трех тысяч операций там зафиксировано, да, но дело все в том, что многие хирурги не являются участниками реестра и не поддаются своих данных. Это проблема. То есть, скажем, на основании реестра обыстренной ситуации судить достаточно трудно. Но, вот, скажем, по моим оценкам, где-то в России делается около пяти тысяч операций в год. Сейчас, за последний год делается. По поводу оценки таким умозрительным. Значит, в Казахстане сейчас создано общество бариатрических хирургов, которое вступило в ОСО. Значит, вот, ну, надеемся, в Беларуси тоже скоро это произойдет, поскольку, в общем-то, налицо совершенно, так сказать, развитие проблемы. Дальше, значит, по Украине. Мы долго, много лет сотрудничали с украинскими коллегами. То есть, съезд проводили каждый год. Год у нас, год в Украине проводили. Но, вот, в последний, в прошлом году наши коллеги сделали исключение. Так сказать, они отменили свой съезд. В общем-то, мы на съезд не были приглашены. Они отменили в итоге. Вот, надеемся, что это сотрудничество будет восстановлено в дальнейшем. То есть, сколько там делается, сказать достаточно трудно, потому что статистики точно и не ведутся в Украине. Но там делаются операции. Значит, единичные операции делаются в Кыргызстане, по моим сведениям. Да, так сказать, не многочисленные операции. Дальше, если мы говорим о бывшем СССР, потому что есть общество в Литве, которое является членом СССР, есть общество в Эстонии. Дальше, в Латвии, латвийские хирурги являются членами нашего общества. Ну, вот сейчас вот там делаются операции, но не так много. А в Грузии? В Грузии, да, делаются операции, но статистика мне неизвестна. Значит, Азербайджан вступил в прошлом году, вступил в СССР официально. Сколько операций делать, тоже неизвестно. Но так делаются. В Армении делаются операции, тоже известно. Количество не могу назвать статистиками. Спасибо. Еще вопросы?